Также сегодня в Ханты-Мансийске чествовали лучших нефтяников округа. На торжественной церемонии награждения подвели итоги ежегодного профессионального конкурса «Черное золото Югры». Победителем и призерами стали больше 60 человек. Это бурильщики, операторы по добыче нефти, ремонтники, начальники цехов и партий. Всего было 28 номинаций, в которых отметили лучших представителей. Отмечу, в этом году в конкурсе участвовали более 300 человек. Я даже не ожидала такого. Начальник мне позвонил, это уже было позавчера, только позавчера, и меня поздравил. Я говорю, ну я такого вообще не ожидала. Приятно? Приятно, конечно, когда тебя оценивают твои труды. Конечно, важно за столько лет работы признание собственных трудов, ну и это важно для предприятий, в которых я тружусь. У меня две номинации. Одна промыслология – физические исследования, другая – разведка. Я от всей души поздравляю нефтянниковых языков. Это та отость, которая является сегодня обеспечиванием диск безопасности нашей страны, экономического получения. Я желаю успеха нашему округу, нашим компаниям, которые работают в этой округе. Наша задача их поддерживать, чтобы они работали эффективно и перспективно, то есть развивались. Мы всем будем счастья, здоровья. Добавлю, глава региона Наталья Комарова и министр энергетики России Александр Новак сегодня вручили и государственные награды. Двое угорчено достойны звания «Почетный нефтяник России». Еще пятеро стали заслуженными работниками нефтегазодобывающей промышленности Югры. Заместителю генерального директора компании «Газпром» «Трансгаз Сургут» Юрию Перминову выручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!